ты пошел с мамой зубки чистить на вот такое вот у нас доброе утро мы с семеном прошли ванную чтобы почистить зубы и сережа еще спит он понял что сюда тоже можно проползать и теперь постоянно ползает в эту сторону дайте скажи доброе утро ребятушки всем доброе утро ты опять уже встал грохнешься ведь в общем из хороших новостей youtube снял ограничения одно с моего видео самое первое на которого он его наложил и просто без объяснения там причин почему почему так получилось почему меня заблокировали теперь разблокировали но для меня это уже не так важно что смысла от этой разблокировки уже нет и видимо скорее всего 1000 просмотров все-таки влияет на на быстроту проверки твоего видео кто бы что не говорил чтобы нам не говорила поддержка потому что как только 1000 стукнуло там через пару часов уже все сняли а следующее еще из хороших новостей это то что наш дом готов на 95 процентов и все я надеюсь что его в декабре уже достроят и в январе феврале нам выдадут ключи и тогда начнется другая проблема это проблема ремонта ну это знаете такая приятная проблема не считая того что нужно где-то искать деньги на это все так что еще интересно 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 вроде ничего из плохих новостей я сломала ноготь на пальцы практически до до половины но вы этого конечно не видите у меня тут немножко даже рамка появилась это я вот так вот поддвинул табуретку поплесосила ты чего так держишься ты маме помогаешь белье снимать спасибо еще короче я сейчас буду кушать семка проспал два часа тоже из хороших новостей он спал конечно на диване рядом со мной но я в это время как ни странно смотрела видео про ремонт и у кого как сделаны я так знаете периодически начинаю смотреть там рунтуры всякие чтобы какие-то там полезные фишечки себе брать возможно что-нибудь получится все уходи ладно ребятки я буду кушать вам тоже приятного пит и если вы сейчас кушаете ну что начала я разбирать вон ту полочку самую верхнюю ничего интересного там в принципе то нет но я все вещи которые сейчас не сезон носить либо которые мне сейчас не очень нужны например вот эта вот сумка сережина форма вот это вот семкина одежда но я положу на его полочку там где он еще не дорос там прочка в принципе пустая а туда наверх я хочу скидать все что только можно так а чё ты в рот себе положил сейчас дай посмотрю ничего ну ладно досталась семки на колготки они сейчас ему нормальные должны быть достала свой комбез серый чтобы потом попозже с темкой гулять когда знаете уже прям холодно теплые колготки кофту и комбез сверху вообще я думаю идеально будет и сережную шапочку кстати меньше нужно сережную курточку лишить блин столько проблем сразу вылазит когда ты начинаешь что-то делать ну короче вот сюда еще положу наши с сережей курточки и закину наверх но сейчас они пока стираться так что эта сумка будет просто так лежать эта сумка из роддома как видите она мне пригодилась она в отличие от маленькой еще не порвалась и все с ней отлично давай на грушу будешь ну-ка давай баночку сюда поставим какая вкусная да все как тебе какая сладенькая вкусненькая да прям еще хочешь мы тут сходили съемкой на улицу вышли не знаю там буквально на 15-20 минут и все и зашли обратно потому что вроде как бы тепло вон такое ветрище все ты чё не сгибаешься такое ветрище дует прям ужас ужасный но нам все равно придется еще раз выйти на улицу потому что сегодня нам еще должна посылочка прийти да все и нам все равно придется сюда идти надевать сему второй раз это просто ну ничего мы справимся семка у меня поспал полчаса и теперь у нас безудержные веселье дальше с игрушками мама только успела папину курточку зашить у нас серёж теперь будут ходить старый потому что неизвестно когда откроется так садись аккуратно молодец все отпускают эту ручку вот так молодец неизвестно когда откроются магазины а мы ему не купили новую так что будут ходить в старый и сюда иди мама будет говорить ты будешь рядышком сидеть пойдем сначала поменяем штаны так все нет не все пожить надо звукашу отключить так все давай ты будешь просто рядышком сидеть ладно мама будет говорить в общем ребятки хотели узнать про очень задавали комментарии про наши финансы и как мы там экономим и так далее на самом деле у нас нет как таковой экономии просто мы не покупаем то что нам не нужно я такой человек которым которому в принципе не нужны новые штаны пока есть штаны в которых можно ходить и которые нормально выглядят вот видели вчера я обувь выкинула который там ходила по два года и я ничего в этом плохого не вижу естественно у меня нет такого что каждый сезон не нужно обновить одежду а на одежду наше время уходит очень очень много денег второе я веду семейный бюджет ну практически там у нас всех копейка копеечки мы точно знаем сколько у нас уйдет на еду сколько у нас уйдет на ребенка сколько у нас уходит на здоровье и так далее и соответственно эти деньги когда они к нам приходят мы их немножечко так распределяем у меня есть несколько конвертов в сбербанке и остальное у меня уже перешло в тиньков там у меня такие копилочки специальные допустим я знаю что мне нужно будет заплатить за телефон за телефон и сразу себе закидываю когда у меня деньги приходят или нам нужно будет платить ипотеку до 9 числа мы откладываем деньги на ипотеку там сколько нам нужно и соответственно так вот все и происходит какого-то особого обращения с деньгами у нас нет ну просто не боимся тратить деньги на можно так сказать но в то же время не тратим их на всякую ненужную ерунду ну по моему мнению также я думаю что вы периодически слышали что я занимаюсь накоплением подушки безопасности она у нас уже была и нам бы ее хватило на несколько месяцев свободной жизни даже если бы у нас не было никакого дохода но что-то вдруг пошло не так мы взяли ипотеку и эти деньги немножечко ушли потому что первоначальный взнос нам нужно было добавлять и ну плюс еще всякие расходы по ипотеке денежки так знатно израсходовались и теперь я занимаюсь тем что восстанавливаю обратно подушечку нашей безопасности и сейчас мы практически не откладываем деньги на ремонт а просто вот восполняем эту копилочку у нас семейный бюджет общий ну то есть у меня доход это youtube у меня доход это съемки на детские пособия когда мне приходят пособие я практически там в этот же или на следующий день до беру заказываю то что мне нужно в принципе распределяю эти деньги и все остальное что осталось я их кладу в копилочку ну смотря на что мы сейчас копим живем мы на сережиной деньги у нас спокойно может быть такое что я у него там прошу скинь мне столько-то денег мне сейчас надо и он мне скидывает но это не значит что если вдруг там ребенок у ребенка что-то порвалось или ему что-то резко нужно купить мы ждем там пока придут детские и не кормим его нет такого нет тоже могу спокойно взять сереж денег и все у сереж тоже есть уже своя отдельная копилочка он просто туда скидывает деньги ни о чем не заботится и сейчас на данном этапе я тоже рассуждаю о том чтобы мне так такое делать чтобы зарабатывать еще дополнительные деньги да youtube это заработок но у меня сейчас выплаты ну шла ладно раз мы загорели про финансы буду рассказывать выплаты приходят раз в два месяца то есть я могу минимальный платеж вывести пока что вот так и периодически я думаю размышляю над рекламой но рекламы и опять же не могу брать всю подряд которую мне а мне знаете всякой ерунды предлагаются всякие там таблетки рекламировать какие-то там онлайн курсы и так далее но сейчас я не готова там всякую фигню кому-то там втирать и рекламирую только если то что реально нужно поэтому мне практически нет рекламы так что еще хотел сказать а я сейчас думаю над тем чтобы найти какую-то удаленную работу но я не знаю какую именно так что ребятушки если вы занимаетесь какой-то ты сейчас будешь шуршать давай я тебя вот сюда дам ты будешь вот здесь шуршать да если вы занимаетесь какой-то работой в интернете если она без вложений не какой-то там кидаловый и так далее то можете мне посоветовать либо в инстаграме написать либо здесь в комментариях я буду не против потому что ну как бы время сдачи квартиры ближе все ближе и ближе а денег на ремонт нам надо ну и серёжа работает без выходных практически да очень очень много но и соответственно получает столько сколько работает не знаю нет у меня вот определенных там каких-то фишечек и так далее и у меня в то же время ну я сейчас вам рассказываю что мы так откладываем откладываем но у меня нету такого дикого желания что нужно отложить нужно копить чтобы они никуда не лежали по поводу инвестиций там на бирже или вообще там в какую-то недвижимость либо что-то другое я пока что против инвестиций для себя я вообще рада за людей у которых это получается я сама про это периодически смотрю читаю но я пока что не к этому не готова потому что если вдруг что-то пойдет не так все таки инвестиции то хоть и есть там не очень-то большой риск но все же он есть и не хотелось бы остаться совсем без денег с ребенком и ипотекой из квартплаты за эту квартиру в общем можно сказать так что все мои деньги уходят на накопление практически а на сережина мы живем и тоже откладываем платим ипотеку и так далее еще я поняла то что то что мы заказываем еду в доставках или то что мы покупаем и готовим дом у нас все выходит одинаково поэтому периодически я предпочитаю доставку еды также мы не закупаемся там продуктами особо у меня бывают такие мысли что нужно вот закупиться там на полмесяца и так далее но мне кажется пока что для нас для нашей семьи это бессмысленно у нас вот здесь вот рядом магазин можно просто спуститься и все купить все что тебе нужно ну я думаю все не все рассказала может быть у вас есть там какие-то вопросы определенные просто не знаю что еще можно рассказать может я про что-то забыла но если вспомню то конечно же скажу обязательно все все ты как загипнотизированный смотри еще хочу сказать то что у меня накопление не только в рублях но и в долларах тоже там есть но большая часть конечно в рублях потому что может случиться всякое и вдруг нам резко понадобится там вот эти все переводы комиссии не самое приятное но доллары у меня тоже есть в рубляхе ребятки чем я занимаюсь это я сейчас начинаю свои писать планы в общем мне тут такой блокнотик я вытащила с конца и здесь я писала свои всякие планы какой у нас тут год был это наверное 19 да 19 так всем 20 21 короче каждый год писала его сейчас будем писать на 22 не знаю это очень сложно на самом деле придумать в общем цель такая сейчас я вам скажу смысл этих планов смысл в том что вы пишете 100 целей на следующий год который вот сейчас уже наступит и я знаю что это очень сложно кажется ой да я сейчас там напишу себе у меня 120 выйдет но нет на самом деле это не так вот сейчас я буду этим заниматься и по вычеркиваю то что у нас получилось выполнить в прошлом году но я там очень мало написала штук 30 наверное даже если не меньше еще не смотрел вот такие вот дела просто все что приходит в голову там не знаю купить новую сумку купить платье и так далее ну вот сейчас все мы будем пытаться придумать ты чё ты чё хм кто там подглядывает Сём Сём Сёмочка Семён Сём 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 ты куда пошёл Сём 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 повернись я что-то тебе скажу Сёма 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 Сёмён 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 Сёма 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 Сём 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 На зон зайдешь за покупочками? Да? Все, ребятушки, мы заканчиваем Это видео Все, мы тут играем со своей щеточкой Для лица, не бойтесь, она помыта А мы вас всех любим, целуем всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok